В доме журналиста на Невском 70 собрались студенты и преподаватели Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПБГУ. Там состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Вау-практика». Она проводится кафедрой телерадиожурналистики уже несколько лет и не теряет свою актуальность. Конкурсная комиссия выбирает лучшие видео и аудиоматериалы, которые сделали студенты за время летней практики и отмечает их почетным званием «Вау». Конкурс сегодня в очередной раз особенный, потому что конкурс видео-аудио-визуальной практики – это именно тот случай, когда студенты показывают свое мастерство. Это результат, когда твою работу признали представителем профессионального сообщества. А это же самое главное. С каждым годом желающих показать себя все больше. Преподаватели, конечно же, идут навстречу и придумывают все больше новых номинаций. В этом году на конкурс поступило почти 40 заявок. Среди номинаций много интересных. Например, голос радиоэфира «Вести с полей» или информационный нон-стоп и многие другие. Итоги подводили преподаватели кафедры и журналисты практики. Как они отметили, журналистика, конечно же, дело нелегкое. Но в эту летнюю практику со всеми трудностями номинанты справились на отлично. Комиссию собрали, как всегда, беспристрастную. Среди главных критиков – ведущие теле- и радиоэфиров. Именно они награждали победителей конкурса. Судили по всей строгости. Но главным критерием, по словам члена комиссии Евгения Гусева, стала индивидуальность. Можно научить ремеслу, а если у человека есть фишка, есть изюминка, то это совсем по-другому воспринимается. Поэтому, прежде всего, я обращаю внимание именно на их особенности. То, чего нет у других, то, чем они выделяются. Вау-практика – это, конечно же, не премия ТЭФИ, но для студентов имеет большое значение. Вот и лидеру по количеству присланных материалов Лиги Белянской получить диплом победителя в номинации «Живая речь» было приятно. Практику за третий курс я проходила на телеканале Санкт-Петербург в программе «Утро в Петербурге». Видимо, за прямые включения, потому что именно там требовались хорошие навыки речи, когда ты в процессе что-то говоришь, на ходу придумываешь, импровизируешь. Это не всегда просто, поэтому, наверное, за это. Покорить телеканалы Санкт-Петербурга и Москвы – мечта всех конкурсантов. Сделать это непросто, но заместитель генерального директора телеканала Санкт-Петербург и ведущей программы «Пульс города» Юрий Зинчук считает, что настойчивые студенты могут добиться любых высот. «Первое, что жду от партикантов – это, во-первых, жажды работать в этой профессии, быть публицистом в первую очередь, потому что журналистикой нельзя заниматься неискренне. Вот ты можешь там точно не знать, как правильно писать тексты, ты можешь до конца не понимать, как компоновать тот или иной репортаж, как находить темы. Это все потом придет, наработается. Но основа основ – это искреннее желание. Я хочу рассказать людям». Однако студенты центральными телеканалами не ограничиваются. География ВАУ-практики гораздо шире. Например, Александра Багаева свою награду получила за работу в корреспондентском бюро ГТРК «Калининград». И не только. Девушка одержала победу в номинации «Успеть все». Помимо практики в «Вестях», Александру хорошо запомнили на телеканале «Запад-24», а также в клинике коммуникационных проектов СПБГУ. «Спасибо всем большое. На самом деле, я уже второй год стою на этой сцене. И в прошлом году, как раз-таки, благодаря премии ВАУ, меня пригласили работать в замечательную команду. И сейчас стоять на этой сцене, получить диплом от моего первого руководителя практики – прям большая честь». Организаторы выделили отдельную номинацию и для любителей спорта. Победила четверокурсница Анастасия Савина. Девушка освоила навыки комментирования футбольных матчей и даже работала на чемпионате мира по женскому футболу. «Комментировала в сообществе ВКонтакте «Витлспорт». Там начался мой путь. Но потом я решила заниматься этим более профессионально. Пошла на курс матч-академии, познакомилась со Станиславом, который меня, так сказать, вывел в люди, можно сказать так, и помог мне пробиться на сайт Матч.ТВ, где я, собственно, продолжаю комментировать. И уже более 40 эфиров у меня есть». Также премию ВАУ «Практики» получили Анжела Аксенова, Антон Артемов, София Бычкова, Софья Краева, Татьяна Стяжкина и Матвей Королев. Церемония награждения традиционно завершилась общей фотографией. На знаменательном фото запечатлели все поколения выпускников Высшей школы журналистики. Новые награды и профессиональные достижения впереди у каждого, кто настроен побеждать. Но ВАУ, конечно, все победители запомнят навсегда. А само слово ВАУ станет для всех участников конкурса жизненным девизом. Анастасия Крышниникова, Евгений Горяев, Алексей Чубка, Медиа-центр СПБГУ.